Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Муж вступает в диалог, высказывает мнение, я выслушиваю, когда начинаю говорить в ответ. Муж подойдет наш ребенок и заговорит с мужем, перебивая меня. Муж переключается на ребенка, я иногда замолкаю и жду, это может затянуться надолго, а потом продолжаю разговор. Это получается редко, чаще всего я через время начинаю возмущаться, эмоции пересиливают разум. Много раз пыталась объяснять мужу, что ребенку нужно объяснять, что и перебивать нехорошо. Если с ребенком, так же говорю ребенку мужа на первом месте, как откорректировать поведение или свое отношение. Как повлиять на свои эмоции мужа, зависимая от алкоголя. Я, как понимаю, созависимо. Если вы понимаете, что вы созависимо, то в первую очередь, конечно, имеет смысл, собственно говоря, созависимостью работать. То есть это в первую очередь работа с личными границами, это в первую очередь работа с самооценкой, со своими страхами, потому что, ну, очень часто, вот, бывает так, что именно из-за страха, вот, люди, ну, как бы остаются, вот, ну, в отношениях, вот, например, да, или ведут себя, как-то вот, ну, не так, да, как бы хотел, ну, поэтому в первую очередь необходимо поработать именно с созависимостью. Второй момент, да, это то, что не совсем понятно, по какому поводу, да, то есть какой контекст у диалога между вами и мужем. А ребенок перебивает вас не по той причине, что, вот, он такой невоспитанный. Ребенок перебивает вас не по той причине, что, в целом, в целом обстановка, в, ага, ну, в семье, да, в целом, такая атмосфера в семье, она, по-видимому, как-то оставляет желать лучше, вот, то есть это может быть какая-то тревога вашего ребенка, да, это может быть какой-то страх вашего ребенка и так далее. То есть если вы созависимы, то атмосфера там в принципе не сказать, что вот прям такая хорошая, да, скорее скорее всего. И соответственно это конечно может ребенка довольно сильно травмировать. что касается вас то ну во-первых вы чувствуете себя здесь ну вот в этом смысле вы чувствуете себя как бы на втором плане, да, то по факту как бы ревнуя своего мужа, да, к ребенку. вот и конечно тут необходимо поднять все тот же вот вопрос о вашей уверенности в себе, да, о том насколько вы в принципе кто-то себя так скажем цените, да, как вы к себе к себе так скажем относитесь вот потому что ну вполне может быть что вы к себе относитесь как раз таки ну не очень не очень хорошо вот ваше отношение к себе вызывает здесь пожалуй в первую очередь таки достаточно серьезный вопрос вот именно то как вы к себе именно то как вы к себе относитесь вызывать вопрос вот хотите вы этого или нет то что вы вот по факту как-то вот а с ребенком да вот ну ну скажем так конкурируется это конечно говорит о высоком уровне вашей напряженности вот которая ну скорее всего не связана напрямую с ребенком вот то есть в целом вероятно у вас есть вот какое-то ощущение что ну что вас не слышат в целом у вас есть какое-то вот такое чувство что ну не значимое может быть так вот и как-то вот это вас ну как-то вот это вас конечно же тегасит ну сказать по правде как бы как бы было бы наверное странно если бы вот вас это не тяготило то есть тут же момент в том что совершенно очевидно да что где-то вы пытаетесь вот застерпеть где-то вы пытаетесь себя подавлять да контролировать вот ага ну как бы ну естественно естественным образом что у вас это не получается вот или там получается но далеко не всегда и не везде что опять же это в целом как бы нормально вот и соответственно вы себя вы себя вот чувствуете вот как бы мягко говоря да постоянно вот такой получается по факту проигрышный ну проигрышный ситуацию вот и это как бы вот это реальность вот та реальность в которой вы сейчас находитесь вот и я думаю что я бы сказал по крайней мере что это следствие это результат того что вы в некоторых моментах да довольно сильно игнорируете может быть зажимаете вот как бы ну например из ну из какого-то вот может быть чувство страха из какого-то может быть из какой-то может быть неуверенность в себе из ну каких-то вот еще таких негативных чувств вот корректироваться лепо да но как бы нужна помощь самостоятельно с этой ситуацией вы скорее всего справиться не сможете но еще бы справились просто с и соответственно тут как бы вот такая ситуация вот то есть к чему конкретно вы хотите изменить отношения вопрос нужно ли его менять вопрос это ли главная проблема вопрос вопрос ну это ли проблема является главной но вот это тоже такое достаточно ну достаточно важное как мне кажется потому что ну вы можете элементарно да немножко вот не на что скажем так обращать обращать свое внимание вот то есть проблема проблема например находится глобально находится проблема в том что допустим вы неудовлетворены отношениями сможет неудовлетворены да вот ну допустим глобально проблема находится в этом заключается в этом вы от этого избегаете и соответственно ну вот как-то вот переключаетесь да на там ну проблем немножко другого плана другого характера вот которые может быть ну вообще не имеют прямого отношения к тому что вы испытываете вот я бы сделал бы такое вот возможное предположение все вот и конечно ну сказал бы вам на том что не нужно вот как бы уходить да то есть не нужно уходить в а ну в другие в другую проблематику не нужно уходить вот все таки чем ну чем быстрее может быть да вы признаете ну признается факт наличия вот именно этой конкретной проблемы тем будет в принципе лучше для вас и для вашего ребенка вот отдельно хочу сказать что он довольно сильно может ситуация вот ну такой вот зависимость да травмировать рубеж 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 то есть на него оказывать негативный влияние следствие чего он может впытаться к себе вот таким образом да привлекать не надо вот то есть как бы тут вот ситуация она достаточно непростая вот в этом смысле и вот как мне кажется как бы ну подходить к этому нужно саму да вот то есть ну не спешить как минимум вот мне же кажется что в данном случае у вас достаточно все идет в перемешку то есть ну вот все в одну кучу вымешать оно в принципе можно вас понять понять вот да как бы то есть ну можно понять что вам вам тяжело не просто вот можно понять что вам болезненно это все можно понять но как бы амм проблему это конечно же не решает глобал на этом все буду вам благодарен за обратную вспомню ответ это позволит вам начать работу над собой вот вы большая молодец что обратились за помощью вот потому что зависимы от людей часто молчат о проблеме не говорят ничего вот вы молодец что обратились но это только первый шаг поэтому на основании моего ответа постарайтесь сформулировать базовые платы для психотерапии удачи вам не не в в в в в